Какая на сейчас ситуация в городе Славянске? Ну, к большому сожалению, второй день город подвергается обстрелу. Сегодня также был ракетный обстрел рано утром. Разрушено полностью три дома частных, много домов повреждено. К счастью, удалось избежать жертв в этот раз, хотя вчера жертвы были. Поэтому призываем людей эвакуироваться, не возвращаться домой, потому что опасно. Вывозим людей из города. Поэтому здесь каждый день у нас выходят автобусы в направлении Днепра ровно. Порядка 70-100 человек в день выезжает. Но считают, что это мало, потому что порядка 30 тысяч все-таки в городе еще остается. Увеличивается вообще количество людей, которые соглашаются на эвакуацию? Либо статистика остается неизменной, несмотря на то, что происходит в городе? Небольшое количество увеличивается. Но стоит добавить, что в связи с обстрелами повреждена уже инфраструктура. Сегодня, надеюсь, возобновится подача воды в большинстве районов города. Но в одном или в двух еще сложности остаются. И, по всей видимости, еще пару дней будут сложности. Ремонтные работы продолжаются, они за городом ведутся. Это сложно проводить такие работы в зоне боевых действий. Поэтому здесь уже есть и другие проблемы возникают, помимо обстрелов. Скажите, пожалуйста, в свою очередь, как много людей сейчас остается в Славянске? Потому что, если сравнивать с Северодонецком, то из Северодонецка со 120 тысяч людей осталось 12 тысяч. Практически 90% людей выехало. Что со Славянском? Какое количество людей там, по вашей информации? 100 тысяч у нас было до военных, а сейчас порядка 30 тысяч остается еще. Я считаю, что это много. Вадим, еще вопрос. Я правильно понимаю, люди не хотят уезжать или же не имеют возможности уезжать? Возможности они имеют, потому что у нас нет такого, чтобы кто-то остался из желающих выехать. Идет предварительная запись, подается автобусы на то количество, которое записалось. К сожалению, имеем такую тенденцию, что записывается, допустим, 100 человек, выезжает 90. То есть, в последний момент решили передумать. Есть и такое. Но выехать есть возможность у всех. Здесь разные причины, у каждого своя. По всей видимости, считают, что еще недостаточно горячо в городе. Все откладывают на последний момент. Здесь такая тенденция тоже есть. А вот какая ситуация с продовольствием в городе? Достаточно ли продуктов? Есть ли возможность их купить? В этом плане все нормально, потому что поставки идут с Днепровского направления. Там трассы открыты, проезд свободный. Все магазины, которые работали там неделю-две назад, они продолжают работать. Их порядка 100 в городе, я имею в виду мелких торговых точек и крупных сетевых магазинов. То есть, необходимый набор продуктов имеется, завозится. Также раздается гуманитарная помощь. Поэтому здесь все нормально. Ну, вы, вероятно, знаете горожан, как никто другой. И вот как вы считаете, где эта психологическая точка, когда люди более активно начнут выезжать? То есть, должна стать более горячая ситуация в городе, либо проблемы с продовольствием, либо все-таки это просто вот особенность, не хотят выезжать ни под каким предлогом? Вы знаете, здесь не нужно быть пророком. Достаточно посмотреть на ситуацию в соседних городах, как она развивалась. К примеру, Лиман. Ну, вы привели в Северодонецк тоже. Ну, всем же кажется, что у нас может как-то обойти всегда же до какого-то момента есть такое ощущение. Безусловно, это присутствует в психологии человека. То есть, пока уже там соседний двор не прилетит или дом не разрушит, буду стоять здесь до последнего, а потом уже всем резко нужно выехать. Поэтому в этом тоже есть опасность, потому что, когда начнутся более массовые обстрелы, как это происходило в соседних городах, желающих покинуть город будет значительно больше, организовать безопасную их отправку будет значительно сложнее. Поэтому каждый раз мне встаю повторять, что лучше сделать это вовремя. И что касательно инфраструктуры, скажите, пожалуйста, учитывая историю и тактику российских военных, они прицельно бьют, в первую очередь, по инфраструктуре, потом по мирным домам. Есть ли у вас, готовится ли город к возможным обстрелам инфраструктуры, в свою очередь, я имею в виду запастись генераторами, резервы воды питьевой и так далее? Вся эта работа ведется, безусловно, с первых дней военных действий. Но понятно, что какие бы запасы, какие бы резервы не были сделаны, повторюсь, 30 тысяч – это довольно-таки большое количество людей, которые необходимо обслуживать, содержать. И поэтому здесь, безусловно, на критический момент запасы сделаны, но это не так, чтобы продолжалось месяц, два и так далее. Все это имеет свои резервы, свои возможности. А как в целом сейчас выглядит жизнь в городах? Стало ли людей меньше на улицах? Как вообще они себя сейчас ведут? Активнее ли прячутся, к примеру? Ситуация в городе напряженная, безусловно, тем более вчерашний обстрел в самом центре, через которого много поток дорог, проходит много граждан, они это все видят воочию. Конечно же, это влияет психологически, но не могу сказать, что сейчас вот просто при воздушной тревоге все расходятся. К сожалению, такого тенденции не наблюдаю. Все-таки еще люди не все ощущают опасность, что она рядом. И также мы вчера видели кадры попадания, если я не ошибаюсь, это был по информации Генштаба ВСУ, авиаудар нанесен по жилому кварталу города Славянска, разрушена в результате часть школы, жилые дома. Эти кадры мы вчера видели от нашего корреспондента Алексея Мацуки. И сейчас, кстати, вот эти кадры на своих экранах видите. Скажите, пожалуйста, вот я не знаю, как четко задать вопрос, чтобы ни в коем случае там ничего другого не подумали, но настроение людей, не настроение, а понимание у людей есть, что те, возможно, кто сомневались, что Российская Федерация несет зло, сейчас уже точно уверены в этом. Как вот, я просто знаю, по рассказам нашего коллеги Алексея Мацуки, вы очень сильно общаетесь с местными, и вот вы знаете четко их настроение. Передайте, пожалуйста. Ну, безусловно, наблюдая такие кадры, когда это еще было на расстоянии, когда был Изюм, там, Лиман, да, и Мариуполь, тут, конечно, люди еще могли там сомневаться, кто сомневался, и какие-то подвергать сомнениям. Когда это уже рядом с тобой, когда ты видишь, что это происходит, на твоих глазах, то понимание, что с тобой несет русский мир, конечно же, приходит. Не думаю, что у всех, конечно же, есть и те, кто находит другие причины всего этого, но в большинстве своем, конечно же, я считаю, что вот такой перелом в сознании происходит. Продолжение следует... Продолжение следует...